МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я перед тем, как приступить к беседе, хочу напомнить, как зовут наших коллег. Это главный редактор ТРК «Губерния» Татьяна Прокоповичина. Это заместитель директора компании «Лада-Медиа», ведущий аналитической программы-обозреватель телеканала «ВАСТ-ТВ» Ирина Денисова. Директор службы новостей ТРК «СКАД» Павел Овчинников. Главный редактор радиовещания ТРК «ТРА» Ян Налимов. И я шеф-редактор программы «Вести Самара» Сергей Гуров. Николай Иванович, сразу к посланию, которое было не так давно. Но Вы много говорили о том, что уже удалось сделать. Ещё больше говорили о том, что ещё предстоит сделать. По Вашему мнению, ключевое звено цепи, за которое можно потянуть и вытащить всю цепь. Вот это же какая задача? Что это такое? Ну, такой вопрос, он глобальный, скажем, или очень, может быть, глубокий, точнее. Но всё-таки так, если сказать, я думаю, главное звено – это наши люди. Пусть это звучит так тоже пафосно. Наши люди – тот вектор, который так, условно, в определённой мере он изменился, или меняется, мягче скажем, меняется, на мой взгляд, в лучшую сторону. И вот, мне кажется, в этом и есть главная звено. Если наши люди чуть-чуть побольше будут думать не только о себе, но и о Родине, как говорили, об отчизне, то вот этот настрой людей, этот, может быть, некий крен, крен там не опасный, а нормальный в хорошем смысле этого слова, он будет главным основанием, что мы добьёмся точных результатов. Результатов, успехов, и мы будем со временем достойно жить и гордиться тем, что мы живём в этой стране или живём в этом крае от людей. К сожалению, пока сегодня, говорить о том, что вот этот вектор, он уже чётко, условно, определился, или вот, условно, по этому пути мы все очень активно и уверенно идём, сказать нельзя. Но, я вижу, меняется. Это показали и выборы, это показывают встречи с людьми, это и подтверждает поступки отдельных людей, знаковых людей, которые, условно, раньше поступали так, а сегодня начали поступать немножко по-другому. И в этом я вижу вот как раз то основное, главное звено, которое дальше будет работать на позитив. Николай Иванович, такой серьёзный вопрос, как коррупция, и вы очень жёстко затронули эту тему в послании. По-прежнему у нас, можно сказать, действуют две педали в ходу, распил и откат. И вы в послании сказали о дорожном строительстве, в этой сфере у нас непорядки. И вы совершенно неожиданно, но точно обозначили болевую точку – это кладбище. Вот всё, что касается этого, это, конечно, имеет некое отношение к муниципальной реформе, которая нас ждёт. Вот уже начинается это. Как вы думаете, это поможет борьбе с коррупцией? Потому что ведь ясно, что это имеет отношение к довольно высокопоставленным чиновникам. Это точно, это реформа, которая не то, что начинается, она сейчас уже, скажем, активно идёт. И более того, мы, наверное, уже большую часть пути к сегодняшнему дню мы прошли. Дальше по крупным городам мы должны почётче определиться структура местного управления, местной власти, приблизить их к людям. Как президент в всё время Владимир Владимирович Путин сказал, чтобы люди могли бы рукой доставать местную власть. Вот. Эта работа впереди осталась. Сейчас, ну, ключевые вопросы, они уже решены. Ну, вот в том числе в Самаре. В Самаре сформирована по новой системе уже, по новому закону власть. Естественно, сразу хочу сказать, это точно не только по Самаре, а в целом вся реформа местного собора, она повлияет позитивно, повлияет, в общем, в борьбе с коррупцией. Почему? Потому что власть сейчас, к сожалению, очень часто бывала так. Выборы, избирается народом, избирается народом, и после этого прячется хоть под европейскую хартью, хоть там федеральный наш закон и так далее. Если это его право делать то, 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 никто не может вмешиваться, ни областная, ни федеральная власть, потому что это местное самоуправление отделено от государственной власти. И вот эта идеология, к сожалению, порождала вседозволенность людей, которые избирались по этой схеме. Я не хочу сказать, что всенародные выборы это плохой инструмент для формирования власти, но для этого нужна в том числе соответствующая культура, культура управленческая, культура поведения, и в том числе, может быть, более или менее созревшая ситуация. Тогда, когда мы жили в одних рамках в советское время, и когда нам всем дали полную свободу, в том числе, получать прибыли любой ценой, говорить о кладбищах, на кладбищах зарабатывают, и в том числе, человек, который получил власть, получил власть, он тоже в этой ситуации, к сожалению, очень часто начинает думать не о деле, а о себе. И более того, он получил эту власть так, что до него очень сложно добраться, очень сложно. По новой системе сформированная власть, он может в любой момент отправлен в отставку, в любой момент. И понятно, что этот человек, который будет распоряжаться деньгами, контролировать хоть там строительных работ, ремонтных работ, дорожных работ, благоустройство и так далее, где крутятся достаточно большие деньги, и он, понятно, будет думать о том, в том числе, что в любой момент, то есть он не столь прикрыт, он не прикрыт всенародными выборами, ему не определен срок, что вот ты пять лет избрался на пять лет, вот ты за пять лет что успеешь, там, словно, или в душе он будет считать, что успел, то и сделал. Поэтому, да, коррупции будет меньше. Но еще вторая задача, нам надо сделать так, чтобы истремление людей, работающих во власти, к разного рода коррупционным вещам было значительно меньше. Это как раз вот к первому вопросу относится, это вот тот вектор, в каком направлении мы должны, в общем, общими усилиями двигаться, уходить от вот тех, то, что породило в 90-е годы, там был полный беспредел, может быть, даже, полную безответственность и стремление только зарабатывать и зарабатывать любой ценой. И более того, я даже недавно совсем читаю, уже после послания, один из там блогеров пишет, ну и что, раз он сумел, там, государство там, ну и правильно, государство дало ему такую возможность, тогда пусть бы государство не давало ему эту возможность. Понимаете, если мы руководствоваться будем вот многими такими принципами, да, законами каждый шаг человека, каждый шаг человека, не ограничишь или не предусмотришь каждое действие, или куда жизнь, что она будет кривая выводить, или даже не кривая, а даже пусть прямая тропочка, но она все равно, говорят, можно наступить так, можно по-другому. Вот надо, в том числе у всех, и прежде всего у чиновников, чтобы было достаточно четкое понимание, что если он пошел не по тому пути, то ему места в управленческой среде нет. А на сегодня пока людей таких много, которые считают, что он идет туда только за этим, заработать. И я в послании говорил, что одна из главных проблем для меня в Самаре, когда начинается решаться кадровый вопрос, это найти, мягко скажем, неиспорченного человека. Это главная проблема, найти в властной структуре на такую или иную должность неиспорченного человека. Так вот, новая система, она все-таки позволяет будет набирать людей разных, не только работающих в какой-то обойме и формировать более здоровую обстановку. И я думаю, мы уже на сегодня значительные средства государственные экономим или сохраняем, может быть, это точнее будет, от разного рода коррупционных составляющих. И сметы другие, и цены строек другие, и качество лучше. За деньги меньшие, качество лучше. Значит, там дельта, которая может куда-то уйти, она все сокращается, сокращается, сокращается. Это тоже исключительно важно. И вот новая система власти, она будет позволять эту работу, в том числе губернаторам, проводить более эффективно. Потому что мы участвуем в отборе людей на глав администрации, в том числе комиссия, которая назначается губернатором, губернатор в том числе. Мы и за этого человека отвечаем, и мы его и настраиваем на соответствующую работу. Вот, я только сейчас, очередная была встреча с Фурсовым, Олегом Борисовичем, сегодня. Еще раз, он первый день практически на работе. Настраивали? Мы еще раз уже обсуждали конкретные вещи. Еще конкретные вещи, настраивал я чуть раньше его. И договорились, что мы будем регулярно встречаться, как минимум неделю раз на обстоятельную встречу. И практически ежедневно там в таком, в оперативном режиме, в оперативном режиме, что не будет деления город-область абсолютно. Что есть одна команда, есть одна команда. И эта команда отвечает за результат. Николай Иванович. И даже если он будет, условно, или я ему даже сказал так, если кто-то из министров будет говорить, как до него бывало мэр, да вот, обидится от министра, если я скажу. Я сказал, мы исходить должны только из интересов дела. Если какой-то министр обидится, что ты сказал, что этот министр не делает то, что нужно делать, в том числе по городу Самаре сегодня, то я уже буду считать, что ты тоже конъюнктурщик. Почти так сказал, да. Надо говорить, никто не должен обижаться. Дело есть дело. Если дело не двигается, надо взять, любую припона снимать. Если, тем более, не двигается из какого-то там конкретного чиновника или даже министра. Поэтому будем настраивать и наше министерство, вот от прежней психологии уходить. Это город, это мое, или это федеральный цирк, условно. А мы это там областной, это не наш вопрос. Сейчас все, что на нашей территории, все, что пользуются услугами этих, скажем, предприятий, учреждений и так далее, наши люди, мы должны ко всему относиться как к своему. Да, это не мы окончательное решение принимаем, но мы можем сформировать то решение, которое предложить, нормальное решение, оно примется. То же самое и по городу Самаре, чтобы вот эта работа совместная, она пошла очень активно. Мы передадим землю, мы передадим с 1 января 2016 года, там, с 1 марта по закону. Но с 1 марта мы не будем готовы в связи с тем, что 15-й год, ну, во-первых, и выборы в городе еще. И плюс, самое главное, сейчас надо там формировать команду в городе и заниматься приемом передачей еще, скажем, от старых работников новым. Там изменения определенные обязательно будут. И плюс еще, если передавать от нескольких министерств, ну, как минимум от трех, там, стопы, например, по Миномышеству, надо 110 тысяч договоров передать. Их не просто взяли и передали, надо их проверить, посмотреть законности этих договоров, правильности, что она переходит в другое ведомство, в город. Для этого потребуется много времени, и мы договорились так. Сейчас вот завтра Дума, наверное, примет закон, что временно мы это берем в областной собственности, до конца будет в областной собственности. А уже в апреле примем решение с 1 января 2016 года полностью все земельные вопросы, все земельные вопросы перейдут в город. То есть та вот проблема, которая когда-то была, в общем, забрали из города на область, в том числе по самому, ну, в черте города решение вопросов по земле. Но она была тогда вынужденной мерой. Ну, тоже вот город, вот область, кто чем распоряжается, кто чем командует. Сейчас я в этом проблемы не вижу. Я уверен, что в том числе в городской администрации новая глава будет делать все, чтобы земля работала в интересах города, в интересах горожан, прежде всего. Николай Иванович, а из каких критериев Вы исходили, когда рекомендовали господина Фурсова на должность главы администрации городского округа Самары? Да. Потому что кандидатов было много. Я его больше считаю товарищем Фурсовым, не господином Фурсовым. Хорошо, Олега Фурсова. Ну, так. Поправка. Поправочка такая корректная. Почему товарищем? Потому что и я работал в Комсомоле, и он работал в Комсомоле. Когда-то. Я, правда, пораньше, он попозже. Это же был не единственный критерий, работа в Комсомоле. Я просто говорю, почему товарищем называю. А что касается критериев, конечно, там, на самом деле, очень внимательно члены комиссии смотрели. Мы советовали с членами комиссии. И до, и после, я имею в виду после, и когда начала работать комиссию, и до еще, когда она не сформирована была с отдельными, скажем, авторитетными людьми, которые знают хорошую обстановку в городе, советовались по, скажем, определенному спектру людей. Вот. Ну, и в чем преимущество Фурсова? Ну, так скажем, возраст его такой сейчас наиболее оптимальный. 49 лет. Накопил определенный опыт работы. Он работал, уже я сказал, он с медалью от Золотой школу Самарскую завершил. С отличием с ГАУ. Оставлен был на работу в СГАУ. Оставляется на работу, вы знаете, как правило, лучший из лучших. Диплом он писал у Сойфера. Сойфер был его руководителем дипломным. Да, он его очень хорошо знает, очень тоже хорошо характеризует. Лукачев его отбирал, тут ректор, секретарь комитета комсомола лично. Он говорит, то, чем Лукачев относился трепетно к молодежной тематике. Ну, понятно, молодежь, студенты. Вот. Это тот этап. После этого он работал в городе, в администрации города. Возглавлял как раз молодежное движение, общественное движение, 7 лет практически. То есть он знает структуру городской администрации. Брал его в команду к себе Олег Сысоев. То есть при Олеге Сысоеве он пришел, тогда тоже много было нового, и он достаточно активно, творчески, результативно фурсов там поработал. Есть всем признанные результаты работы его там, пусть в молодежной среде. Потом он перешел в область и возглавлял в области это же направление. Он был переведен, с этого участка был переведен, когда Самара готовилась, Самарская область к саммиту. Россия ЕС, по-моему, да? Проходила в 2007 году здесь. Он был переведен управделами. Потому что управделами, это его задача, в том числе подготовка всех вопросов технических, там, хозяйственных, а их очень много, бытовых вопросов к саммиту. Он был переведен на вот управделами. И эту работу он выполнил тоже хорошо, он получил государственную награду за это. И это уже хозяйственная больше работа, это и трубы, это и стройки, это и дороги, и многое-многое другое. И ремонты там, и капремонты. Вот. После этого пришла другая команда в Самару. Он остался вне. Потому что, ну, управделами, это человек, как правило, очень близкий. Ну, не то, что близкий, это, ну, если не правый, то левая рука губернатора. Вот. И он тогда был взят в резерв. И когда стало тяжело, вот, в восьмом-девятом году в Тольятти, ну, и тот кризис, и там провалили программу, связанную с увеличением часа без занятости, да, безработица, там, выплаты. И целый комплекс, да, на автовазе, прежде всего. Его, да, он в это время работал в строительной организации у Мухаммедшина. Заместителем, потом первым заместителем, примерно, около двух лет. В строительной организации. Это тоже важно. Очень важно, что он работал в строительстве, в большой строительной организации, где все равно человек с головой, умный человек, он все равно наберет дополнительного опыта. И вот ее оттуда возвращают в департамент по занятости. И с Топилиным вместе возглавлял комиссию тогда Шувалов Игорь Иванович. И Топилин считает, что с приходом его они очень плодотворно, ну, результативно поработали. Они где-то в течение шести месяцев там вырулили все. Там был, ну, завал полный, там порядка 700 миллионов рублей направленных денег не были определены. То есть, что люди должны были получить, поддержать людей и так далее. То есть, и там он сработал, скажем, хорошо. И сегодня там, хоть с Украиной, хоть другие вещи, проблем, со слов, в том числе Федорова, как председатель правительства, проблем никаких, ну, серьезных проблем нет. Поэтому, исходя вот из всего опыта работы, и плюс, он не связан ни с какими структурами. Вот, когда мы говорим о том, что проблема из проблем, это... Лоббистскими влияниями. Лоббистскими влияниями. Это исключительно важно. Чтобы он был равноудаленный от всех. Чтобы он не имел обязательств тех, которые, в общем, он снова будет думать. Придется исполнять. Придется, да, то или иное решение принимать. И уже под немножко другим взглядом. В этом смысле для меня, и не только для меня, и для самарцев исключительно важно, чтобы он принимал решения в интересах не каких-то, хоть и больших, хоть очень важных, Хоть и тоже, может быть, полезных дел, но все-таки в интересах города, в целом, жителей города. И поэтому он был выбран. Хоть были там и другие люди, и люди тоже и с опытом, и толковые. Были новые там люди, в том числе из Толятия Гришина, которая очень представила хорошую программу. Хорошую программу. Но опыта такого, какой есть у Фурсова, ни у кого больше нет. Николай Иванович, реформа местного самоуправления поэтапно реализуется сегодня и в Тольятти. Дума одобрила отмену всенародных выборов мэра. Теперь следующий этап – это внесение изменений в устав города. А вот вы уже понимаете или, может быть, присматриваетесь ли кому-то, кто в дальнейшем, когда закончится полномочия сегодняшнего мэра, должен стать главой администрации города. Есть у вас такой человек, может быть, группа людей, может быть, вы не будете фамилии называть, но тем не менее. Ну, что хочу сказать, я не раз говорил в Тольятти, перед выборами в Тольятти, вот выборы, когда губернаторы были, что мы должны уважать мнение людей. Были всенародно избраны, выборы, люди избрали мэра. Поэтому по Тольятти пока сейчас так вопрос не стоит. Но что касается присматриваться к людям, конечно, я присматриваюсь к людям. И не, может быть, не все. Только с точки зрения, кто будет мэром через год, полтора или два года. Я хотел бы, конечно, лучше и глубже знать людей, на которых можно положиться, где можно быть уверенным, что они будут работать в интересах дела, что они не подведут и губернатора, и, скажем, не разочаруют людей. Вот. И я думаю, в Тольятти такие люди есть. Там Тольятти, они активные, инициативные. Я думаю, такие люди есть, но пока так вопрос там не стоит. Потому что по Самаре он, естественно, стал вопрос. Так или иначе, в Самаре были бы дальше выборы, в сентябре будущего года будут выборы, городской думы или городского совета Самары. А в Тольятти выборы, пока еще трех лет нет выбора мэра. Это чуть позже произойдет. Это чуть позже произойдет. Но, конечно, хочу сказать, конечно, когда это произойдет или вот строго по закону, по сроку, который, ну, по времени полномочий, ну, если не будет провальных дел. Если будут люди говорить, тольяттинцы, если мне будет видно, что там уже делом не занимаются, делом не занимаются, то там есть рычаги, рычаги, есть рычаги у Думы Тольяттинской избранной, которые могут этот вопрос ускорить. Исключительно важно, чтобы сегодняшняя команда, мэра, сам мэр, занимались активно решением тех проблем, которые сегодня есть в Тольятти. Николай Иванович, не самые лучшие времена Россия переживает. По экономическим показателям, соответственно, беспокойство крупных инфраструктурных проектов. Фрунзенский мост, мост через Волгу в районе Климовки, магистраль центральная. Они остаются в силе? Они остаются в силе. Конечно, ситуация непростая. Спрогнозировать будущий год в полном объеме очень сложно. Очень сложно. И более того, даже те структуры, которые в стране регулируют финансовые потоки и так далее, там они могут стопроцентно все спрогнозировать. Я не буду спрогнозировать, какие будут поступления в бюджет, какой объем, будет ли рост валового регионального продукта или валового внутреннего продукта по стране. Если будет, то какой будет рост и так далее. От этого зависит, прежде всего, пополнение деньги у нас в бюджете, возможности бюджета, возможности дорожного фонда и так далее. Но, я хочу сказать, каких-то сверх обвалов не будет. Почему? Потому что нет для этого причин. Даже вот эти колебания курса доллара, это явление такое временное. Тут разные факторы, мы можем об этом долго говорить, повлияли на эту ситуацию, в том числе и санкции, естественно, повлияли на это, в том числе и давление на Россию повлияло на это, в том числе и, условно, очень многие инвесторы, играющие на бирже, валютной бирже, спекулянты, они не все наши друзья, надо сказать прямо, с большими деньгами, которые играют, это, как правило, они представляют крупный капитал западный. И мы знаем, в Соединенных Штатах открыто заявляют, что они, в общем, активно воздействуют на разные, скажем, транснациональные компании и так далее, чтобы они меньше с Россией имели дело. И если где-то что-то можно было бы России подпортить в этой обстановке, чтобы заставить России быть более послушной, понятно, и эта работа ведется, и это определенный внес, условно, лепту, внесли на эти колебания. Но надо иметь в виду другое. Колебания, с одной стороны, условно, слабый рубль, или не слабый рубль, скажем, что за доллар надо отдавать намного больше рублей, он имеет минус для определенного круга людей. Этот круг тоже в стране узкий. А для абсолютного большинства людей, людей, которые работают на заводах, в сельскохозяйственных предприятиях, ну и на самых различных этих, он некоторым будет приносить плюс. Плюс. Почему? Потому что повышается искусственно, хоть повышается конкурентоспособность. То есть наша продукция будет более дешевой по отношению к тому, которое заводится. Но другой вопрос. У нас заводятся товары народного потребления, и в том числе продукты питания заводятся. Здесь, понятно, что повлияет в некой мере на цены. Уже влияет частично на эти цены. Поэтому это многофакторная, многогранная вещь. Но в итоге, если в комплексе брать, для страны это плюс. Китайцы, когда в 2008 году хотели обвалить, девальвировать свой юань, девальвировать искусственно, так же, как сейчас произошло в России с рублем, американцы встали на смерть. Что мы сделаем потом все против Китая. Если китайцы хоть сколько обвалят юань. Они хотели тогда до 40% обвалить юань. Потому что понятно, что для экспортеров большой плюс. И те, которые, наоборот, по импортерам в страну, минус большой. И нашим предприятиям это дает сегодня дополнительный, очень серьезный шанс встать на ноги. Встать на ноги, я имею в виду, почувствовать себя полегче. Но потом, естественно, когда будет снова, в общем, курс реальный, более-менее реальный, надо и научиться работать так, как они, и конкурировать на равных с ними. Сейчас мы в более выгодных условиях будем находиться, потому что искусственный курс в пользу нас. В пользу нас. И эта ситуация может в том числе и добавить в бюджет деньги. Федеральный бюджет точно уже добавляется за счет этого деньги. Это может и нам добавить, и даже деньги. В смысле, бюджет наш. Что касается Дорожного фонда, напрямую, наверное, это не сработает. Но Дорожный фонд, в том числе в послании президента страны, была задача повторена, что мы должны в два раза, не за год, а в течение 5-6 лет увеличить объемы дорожного строительства. И здесь все равно страна, в том числе, будет делать все для того, что в Дорожном фонде средства были. И тем более, если в экономике будет ситуация складываться, ну, скажем, не столь успешно, то, естественно, то, на что можно будет повлиять в первую очередь, для того, чтобы была и занятость, и был мультипликативный эффект, о чем говорил и президент в послании, это, или на пресс-конференции, это строительство. Это строительство жилья, это, прежде всего, строительство дорог, строительство мостов и так далее. Это инфраструктурные вещи, которые нужны людям, которых в стране у нас есть в этом проблемы, и через это занятость людей дополнительно, через это оборот, финансовый оборот, через это в том числе и налоги. И я исхожу из того, что если вдруг украинтам будет похуже, то, наоборот, эти направления будут дополнительно поддержаны. Поэтому дорожные работы мы будем вести, вести в объемах, я думаю, почти в тех же, как было, может быть, даже в больших объемах, и даже не может быть, а точно в рамках еще подготовки чемпионата мира добавятся определенные объемы дорожных работ. Что касается Флунзенского моста, мы будем начинать его делать. Я не могу сказать, что мы его сделаем за два года, заново или за три года, пока гарантий этих нет, но мы задачу будем ставить, чтобы к чемпионату мира этот мост был построен. Если не 17-й, то, условно, к началу, в смысле, в 18-й, в июне или в мае, до чемпионата мира, чтобы дополнительно была коммуникация, для того, чтобы, в том числе, людей развозить и доставлять. Что касается моста через Волгу в районе Климовки, там сейчас завершают скоро проектные работы, и я уже говорил в послании, рассматривается вопрос, ну, это как тоже один из таких пока проектов в стране, еще одну дорогу сделать, соединяющую центр России и даже Европу, скажем, до Китая, с Китаем. — Шелковый путь такой. — Ну, своеобразный шелковый путь, правда, одна дорога уже, мы его совсем недавно, ее рассматривали, уже там почти все вопросы решены, она чуть южнее пройдет, ну, затронет тоже Самарскую область, но пройдет южнее. И мост будет построен в Саратовской области, не южнее. Это тоже там, в общем, прямой это, на ней будет никакого города касаться, что ли, чтобы не загружать эту автотрассу местными, скажем, потоками, а это должно подальше от крупных городов, и от Самары она пройдет примерно в 150-160 километрах южнее. Тот вопрос, он почти решен. Для нас это тоже большой плюс. Пройдет по нашей территории, у нас, я пока сейчас не говорю, что за коридор, туда у нас есть дорога, ее придется нам потом, нам, или, может быть, не нам, а вот за счет частного государственного партнерства, за счет частных денег будет построена дорога. И будут в том себе вкладывать китайцы. Дойдет эта дорога до Пекина. Вот. И здесь одна, и не скучает, что будет в районе Климовки вторая. Вторая. Но если это даже не будет стратегически такой дорогой, все равно мы понимаем, объемы промышленного производства на автовазе, оно проходит, ну, скажем, соединяет другие регионы страны, эта дорога та. И нам в любом случае там мост нужен. Вот. Но сейчас этот мост привязан к крупному проекту. Если сложится этот крупный проект, то в рамках этого крупного проекта будет делаться. Более того, он может оказаться одним из первых этапов. этой крупного проекта. И эта дорога может быть платной. Как на южной она будет платной, так и эта дорога может быть платной. И вот сейчас рассматривают инвесторы эту часть, и в Москве специалисты смотрят в Росавтодоре, в районе Климовки, что этот участок там примерно 140 километров. Если сделать, то мост сделать и подъезды, подъезды к М5, выход с М5, то оно может очень быстро заработать и условно начнет себя и окупать. Причем затраты там, вот считали эту южную дорогу, там небольшие затраты. Совсем небольшие затраты. В смысле для перевозчиков грузов невеликие затраты. Там платеж не такой большой для того, чтобы платная дорога окупалась. Поэтому в этом году, конечно, начала там не будет, но в следующем году там будет полная ясность. Не скучается, могут начаться работы. Потому что в этом году там только до конца будут проектные работы завершены. Не в этом я имею в виду. Уже пятнадцатый год, если будем мрать. Поэтому все остается в силе. Все остается в силе. И почему я так говорю, это не просто какие-то мои обещания или еще что-то. Это же было в планах тоже мост через Крым, в Катаре и 10 лет назад, и 25 лет назад. Это нужно области, это нужно стране. Если мы хотим развиваться, если мы хотим жить нормально, если мы хотим быть независимой страной и державой, тем более, то эти проекты так и иначе нужны. Южный коридор, который это новый проект. Новый проект. И еще раз хочу сказать, там инициаторы этого проекта считают, что за 2,5 года эта дорога будет построена. За 2,5 года. Такие темпы. В том числе участвует Китай, инвестирует и не только инвестирует, но и кредитует с учетом того, что этот проект окупаем. Здесь, наверное, севернее будет посложнее немножко, потому что тут уже Китаю не столь важен, не столь интересен, может быть, или не в первую очередь будет интересен. но здесь интерес есть северного Казахстана, там есть интересы российских регионов для того, чтобы, на лет обойти Тольятти, уйти по северной части. Поэтому будем все равно в этом направлении двигаться. Что касается центральной магистрали, здесь мы договаривались с Газпромбанком. Уже 2-2 встречи были предварительно, они активно брались за это. Конечно, с учетом того, в том числе по Газпромбанку есть санкции, и мы знаем, что на Украине там у Газпромбанка порядка, по-моему, назвал Владимир Владимирович Путин, там 10 или даже 13-17 миллиардов рублей зависли деньги. Здесь могут появиться сейчас сложности, но тем не менее, тем не менее, мы ведем эти переговоры, ведем эти переговоры, и Газпромбанк не отказывается от этого проекта, они считают, что этот проект очень важный, и в итоге мы соответствующими гарантиями Дорожного фонда нашего, они могут профинансировать нам, а мы будем условно 10-12 лет потом поэтапно расплачиваться. Другие проекты крупные, там их немало было, тоже может вот первая половина года, может быть, повлияет, потому что сразу принимать решение, что-то начинать, надо еще раз оценить ситуацию и нам, и в стране будет оценивать ситуация, но я уверен, что с небольшим опозданием они будут двигаться, и более того, с учетом того, что в какую ситуацию попала в страна в связи с тем, что мы очень сильно рассчитывали, что у нас друзья на Западе, там Запад нам поможет, все сделает, там и так далее, может ситуация обернуться в нашу наоборот, в большую сторону, что начнутся значительно активнее решаться вопросы внутри страны, значительно, потому что чтобы быть сильной, чтобы быть конкурентоспособной, в том все вот инфраструктурные вещи, о которых мы сейчас говорим, они должны быть абсолютно очень быстро и качественно сделаны, так как это сделала уже Китай, там много четырех-пяти уровней развязки и так далее, и нам это надо будет очень быстро делать, и я думаю, такое мнение будет в том числе и в правительстве Российской Федерации активно зреть, активно зреть, потому что сама обстановка нас будет заставлять не ждать, когда Запад там деньги даст, мы можем, есть схемы, работающие во всем мире, там, пожалуйста, государство выпустили деньги, только чтобы они потом на ваш вопрос их бы не распиливали, шли в дело, и если они пойдут в дело, они обязательно купятся, обязательно купятся, и государство, выпустив деньги, через пять-десять лет вернет намного больше, себе же вернет намного больше. Стадион, еще один важнейший проект, чемпионат мира, стадион, вне сомнений, 13,4 стоимость, мы единственные, кто подписали контракт, даже Нижний, по-моему, еще не подписал, появились такие нехорошие информации в некоторых средствах, массовой информации, что не хватит денег. Я читал, мы подписали контракт, не мы, а правительство, правительство Российской Федерации, да, да, с учетом сегодняшней ситуации, мы этот проект делали, начали мы его делать в 12-м году, когда я приехал, и вы помните, там был первый тендер, мы его отменили, потому что он был очень дорогой, миллиард восемьсот на проект, да, но к концу года, во второй половине года, он где-то в сентябре или в октябре, сейчас точно не помню, тендер был проведен, и мы эти работы начали в 12-м году. Представьте себе конец 12-го года даже, да, и конец 14-го года, в стране, в мире очень много изменилось, в том числе и курс, и есть вещи, сейчас ведь материалы есть строительные, которые, цена определяется на лондонской бирже, и так или иначе, там, в общем, есть изменения, и причем эти изменения начались они, там, они вот в октябре, они уже в марте уже этого года проявлялись, и чуть раньше, вот, поэтому подрядчик, уже к этому времени мы с экспертизы вышли, вот, с той суммой, подрядчик считает, что в возменившейся ситуации, и те проекты, которые идут по другим городам, они выше, сейчас, они в экспертизе, они вышли с экспертизы, они выше нашего проекта, примерно на 3, 4, 4,5 миллиарда, и подрядчик считает, что вот нам, ему, нашему проекту, надо сейчас по новой зайти в экспертизу, и внести коррективы, внести коррективы, это право подрядчика, и право заказчика, заказчик правительства Российской Федерации, и если посмотрят весь этот проект, и с учетом опыта, что сейчас они смотрят проекты другие, я не скучаю, что какая-то сумма будет добавлена, более того, я уже знаю, даже без экспертизы, без экспертизы, уже обсуждалась сумма, которая может быть добавлена, с учетом, это совещание было у Шувалова, где-то в начале года, текущего года, уже тогда обсуждалось, что на Самарский стадион добавить сумму, Шувалов, мне говорят, Николай Иванович, тогда вы давайте, я говорю, мы с бюджетом договаривались, 400 миллионов, все, у нас стадион, кстати, самый большой из всех, из всех этих стадионов, самый большой, которые новые будут строиться, да, да, и не ростовский, и не нижегородский, ни один из стадионов с объемом строительного, с нами не сравним, у нас две уровни спецлож, так называемых, или не спец, а отапливаемых, у всех один уровень, а у нас два полных уровня, у нас вот эта вот тарелка, так скажем, или космическая форма, она позволяет закрывать, так называемый, стелобат, так называемый, 18-метровый, по периметру стадиона, там стелобат, где люди будут ходить, занимать свои места, это все будет под крышей, закрыто, а у других, оно заканчивается, стелобат, это улица, имеется в виду под открытым этим, и в этом смысле мы создали дополнительное условие, преимущество там для зрителей, и вот это пространство, можно там выставки проводить, там ярмарки проводить, там 800 метров по периметру, крытого периметра, на сроках не скажется, Николай сейчас, сроки, со сроками у нас тоже, пока опасений никаких нет, и более того, наш стадион спроектирован так, в отличие от других стадионов, в технологии строительства, мы имеем тоже преимущество, мы начали первыми, что за преимущество, например, в Мордовии же стадион, я занимался тоже, и проектированный, и так далее, и не только в Мордовии, надо сначала весь бетон поднять, то есть стену, условно, все уровни этих посадочных мест, то есть бетонный каркас весь, 30, 35, 40 метров, или 43 метра, он должен весь был поднят, и эта часть бетонного каркаса является основой для кровли, основой, опорой, в нашем стадионе каркас бетонный, и кровля-тарелка независимая, не связанная между собой, не связанная, можно вести, параллельно вести бетонные работы, и можно вести монтаж конструкций металлических, и это очень важно, исключительно важно, потому что монтаж конструкций, это будет самая сложная работа, и в итоге, если затягивается, чуть-чуть будет это, а здесь можно будет, условно, с осени будущего года заказывать, или этого, ну, с будущего, заказывать металл, и через полгода превозить будут металл, и начинать уже собирать эту часть. В этом смысле, значит, у других рисков намного больше, у нас их намного меньше. Николай Иванович, развитие космического кластера, насколько, по вашему мнению, успешно ракетно-космический центр «Прогресс» реализует проект по космодрому «Восточный», и конкурс на ракету сверхтяжелого класса, насколько, по вашему мнению, наши шансы велики в нем победить? Это, ну, если вы нам читаете заявление Кириллина Александра Николаевича, он хорошо знает, что секретно, что не секретно, он открытым текстом о тяжелой ракете говорит, я тоже знаю ситуацию, мы уже имеем поручение где-то 4 примерно месяца назад заниматься тяжелой ракетой. Заниматься. И они этой работой уже занимаются. Другой вопрос, вот там будет проводиться итоговый тендер, и определится программа на более далекую перспективу, и мы рассчитываем, что мы будем одними из главных или даже головных участников создания этой ракеты. Наш вариант дешевле, чем у наших конкурентов по стране, примерно в полтора раза, и наш вариант по тяге, тоже почти на четверть, возможности эти тяги выше. Это такой комбинированный вариант, то, что сейчас летает Союз-2М1, или В1, как карандаш, без вот этих. И к этому карандашу, условному карандашу, могут добавиться еще 4, а могут добавиться еще 8 двигателей. И могут выносить груз, условно, в 3, в 5, в 10 раз больше, условно называем. И вот эта комбинированность самой проектной конструкции дает экономию. Это в сегодняшних слоях очень важно. Поэтому здесь уже работы ведутся, и очень большая вероятность, что мы будем головными и в перспективе основными. Основными. Почему в перспективе основными? Потому что другие, которые занимаются этой же проблемой, они все в Москве или под Москвой, под Москвой, делать такие вещи под Москвой, тем более в Москве, в перспективе, конечно, это далеко не лучший вариант. Потому что там избалованность людей на порядок больше. Избалованность в каком смысле слова? Руководить любят, а руками делать не очень. Да, не очень. И когда взяли палату перевернули на 180 градусов и там еще молотком постучали, чтобы она туда вошла, а потом ракета вместо того, чтобы лететь, только выше сразу на 180 градусов повернула и тут же упала, вы помните этот случай, да? Понятно, что у нас в этом смысле условия намного лучше. У нас текучесть молодых людей, приходящих на РКЦ прогресс примерно 4-4,5%, в Хруничево 46%, 46% это каждый второй уходит, потом снова приходит, разве можно серьезную такую работу, там, дорогостоящую раз, а потом, если случить что-нибудь, там, такие беды несет людьми, которые там полтора года средний стаж работы, а у наших 25 лет получает средний стаж работы. Понятно, что это сейчас и в Москве, и в Роскосмосе хорошо понимают, хорошо понимают, что люди, подготовленные люди, имеющие культуру соответствующую, культуру уже этого производства, понимающие уже на основе тех традиций сложившихся, каждый этап насколько ответственных, это исключительно ваше. И мы этими качествами обладаем, и это наше преимущество большое. Плюс у нас ГАУ, университет, университет, который тоже в особое число особых университетов вошел, и кадры соответствующие будут готовиться рядом, это тоже наше преимущество, то есть и не только. Поэтому ракетно-космический комплекс на сегодняшний день, там и заказов много, примерно 6-7 лет просматривается полная загрузка, но конечно нам надо иметь в виду, что другие страны не стоят на месте. Мы знаем, что американцы поставили задачу тоже быть независимыми от России, если наша ракета, двигатель Гузнецовский брал под Антарис, потом хотели они РД-180 с Энергомаша, они отказались и от первого, в этот вариант, теперь и от второго, и сами будут делать свои двигатели, тоже специалисты считают, раньше, чем через 5-6 лет они не сделают, но тем не менее и НАСА, и Европейское космическое агентство, и Китай, и Индия, они очень активны, особенно Китай-Индия, очень активны, шаги делают сейчас по движению вперед. И нам надо понимать, я в послании говорил, что нам конкурировать с ними надо, и на таком уровне работать, готовить кадры специалистов, конструкторов и так далее, и так далее. Время так поверхностного подхода, так, в общем, оно ушло. Причем не только в этой области, в принципе, такой, мы жили на своей земле, в своей стране, как временщики, не думая о том, что будет через 5-10-15 лет, лишь бы сегодня где-то что-то прибрать, где-то что-то подзаработать дополнительно, а завтра видно будет, что будет. Поэтому, конечно, в этом смысле, что надо конкурировать, через 3-5 лет очень серьезная будет конкуренция, надо к этому готовиться и сделать все, чтобы мы были конкурентоспособны. Николай Иванович, и в послании вы говорили о том, что кризис это не время паниковать, и сегодня вы подчеркнули, что в кризис в более выгодном положении должны оказаться отечественные производители. Вот в этой связи наступает очень интересный период для автоваза. В ближайшее время, не выдержав валютных всплесков, с рынка могут уйти некоторые автомобильные бренды. Ну, собственно, об этом говорил и Владимир Владимирович Путин. Какие у вас ожидания относительно Тольятинского автозавода и еще, когда сотрудники госучреждений Самарской области уже пересядут на автомобили Лада? Хорошо. Что касается автозавода, вот то, что я вначале говорил, это напрямую относится к автозаводу. Автозавод наш оказался в самом выгодном положении по отношению к своим конкурентам, которые сегодня уже тоже, в общем, в стране нашей работают. Не только там с рубежным заводом, который поставляет нам новые машины импортные, но и те даже, которые собирают в России такой локализации, как автозавод ни один не имеет. То есть мы пользуемся больше всех отечественными условно-комплектующими и так далее и значительно меньше зависим от курса доллара. И это плюс для автозавода. Конечно, над этим надо воспользоваться, надо расширять рынки сбыта. И, на мой взгляд, все-таки автозавод проводя большую работу по организации труда, по качеству самого автомобиля. Эта работа проведена была своевременно. Это тоже, если бы ее не провести, то какие бы условия ни создавали, если будет плохая машина, люди все равно со временем ее не будут брать. А сегодня и машина стала хорошей. Ведь, что не говорить, почти 40% или около 40% машин, производимых на автозаводе, продает в своих дилерских, дилерской сети Рено, Ниссан и производители автоваза, продают они. Причем, там рядом стоят машины, произведенные во Франции, в Японии, и так далее, и так далее. Поэтому, это говорит о том, что автовазовцы научились делать хорошие, качественные машины. Пусть уж не вот 100%, теперь уже бог за оборуду взяли, но очень сильно значительные сдвиги произошли. И дальше в этом надо продолжать работать, но уже основа база достаточно хорошая и создана. Поэтому, когда я говорил и первый раз и в послании, что мы можем перейти на машины автоваза, потому что по качеству, по безопасности, они уже близки к иностранным машинам. Но, естественно, по цене они значительно дешевле, в обслуживании они значительно дешевле, и еще раз хочу сказать, это нонсенс. Нет развитых стран, чтобы правительство, чиновники ездили на чужих машинах. Это золотое правило. Своё и только своё. И мы должны к этому тоже привыкать. Понятно, надо иметь в том автовазу, может быть, более высокого представительского класса машину, потому что не все уровни чиновников, там, словно, даже по неким видам безопасности и так далее. Сегодня есть такого класса машины, но для 80% чиновников она в полном объеме подойдет. И мы больше закупать иностранных машин не будем, будем закупать только автомашины автоваза. после послания мы встречались с Андерсеном. Я спросил еще раз, что вы будете предлагать. Давайте нам, он сказал, спортивный вариант. Лада Гранд и спорт. Да, эту будут делать. И следующий этап Лада X-Ray. Это уже ближе будет. Потом Ладу Весту можно было, но Ладу Весту будет больше собираться в Ижевске. Мы будем то, что будет собираться у нас здесь на автозаводе. На Тольятинской площадке. Они эту работу сейчас будут вести и будем закупать. Уже двум структурам нашим они хотели три недели назад сделать покупки. Мы им запретили покупать импортные машины. Они сейчас присматривают какую из машин автомобилей Лада купить. Это будем делать. Еще раз хочу сказать, ни в одной стране, где производят собственные нормальные автомобили, на чужих не ездят. Это если мы хотим, мы патриоты страны, мы хотим, чтобы свое развивалось, мы должны поступать так. Я хочу спросить вас про комбинат родник, известный всем самарцам. Вы дали поручение уже в январе запустить производство, завод перешел в собственность области, а под каким брендом будет производиться продукция? Ну, пока сказать, что уже перешел в собственность область нет, этот процесс сейчас идет, процесс идет, бренд будет тот же, родник тот же, потому что в рамках того договора, который составлен, в том числе переход, не то, что переходит, а то, что мы выкупаем, там есть договор на использование бренда, и есть сумма, которую надо платить за бренд предприятию, у которого контрольный пакет или 75% будет область, поэтому бренд будет там, родник, и будет под этим же брендом продаваться, ну, понятно, что там виды разные, там бутылки разные, там и так далее, и так далее, но бренд будет прежним, и планируем, да, в конце января, ну, с учетом, может, праздников, если в конце, в начале февраля, завод запускать, и хотим в итоге как минимум 2,5 миллиарда заработать бюджет, сейчас в бюджете пока у нас то, что мы приняли, стоит ноль от акциза. Николай, прошу прощения, собственность, еще один завод, вы в послании упоминали, что неплохо бы авиакор для проекта 114. Не то, что неплохо бы, это вынужденная мера, больше вынужденная мера, почему, потому что, к сожалению, ситуация складывается так, по ИЛ-114, мы ее презентовали, президент поддержал, все хорошо, но наш завод не входит в УАГ, в объединенную авиационную корпорацию, это государственная корпорация, и понятно, что там по разным оценкам от 14, сейчас уже, до 24 миллиардов рублей потребуется денег, для того, чтобы выпускать, ну, сделать целую линейку и выпускать по 24 или 30 самолетов в год, такая сумма нужна, а у нас частная компания, у этих собственников компании таких денег нет, таких денег нет, а государство рисковать не хочет отдавать собственникам деньги государственные, и поэтому мы сейчас вот в такой ситуации, что или УАГу будет передано производство от Матши, или мы тогда, вот о чем я сказал в послании, и переговоры с Дерипаско велись, он по большому счету, как крайний вариант, согласился, если по-другому у него не сложится, то вы можете говорить, мы тогда пойдем на это, вот, и тогда перейдет в собственность, и мы будем решать, или не мы, а может быть правительство Российской Федерации будет определяться, или мы наш пакет отдаем в УАГ, и они будут управлять и заниматься этим проектом, или мы будем, скажем, самостоятельно заниматься этим проектом, ну, естественно, правительство Российской Федерации, правительство области, конструкторское бюро Илюшина и наш завод. Может и такой быть вариант. И я думаю, где-то тоже в январе месяце здесь должна быть поставлена точка. Поставлена точка. Мы определили, в смысле, определилась там примерная сумма, но это не на выкуп, это вклад в уставной капитал. То есть уже в программу модернизации. То есть если мы вкладывать будем деньги, это будет эмиссия, мы выкупаем эмиссию, деньги поступают на счет предприятий. Никому-то. Я имею в виду не собственникам даже. И эти деньги будут использованы на модернизацию завода, на цифровку машины, самолета, ну и так далее, и так далее. И ИЛ-101 первые ИЛы должны быть, скажем, в варианте в том, в каком они производились, через два года, два, ну, может быть, три года. А через четыре года они уже должны производиться совсем на иной платформе, полная цифра, авионика абсолютно новейшая, и с числом мест, с новыми двигателями, с тягой увеличенной на 30-35%, и с числом мест пассажирских 70-72. Сейчас там 64. Николай Иванович, еще один серьезный вопрос, это импортозамещение сельхозпродукции. Это вопрос государственной важности. И в послании вы говорили о создании агропарка Тольятти-Самара. Вот что это такое? Как он будет работать? Для чего он создается? И вот такие первоначальные цели. И еще один вопрос. Это, да, мы произвели продукцию, но торговые сети сегодня не берут местную продукцию. Например, вот по растеневодству у нас там есть какие-то овощи, которые в избытке. Но опять же туда попасть невозможно. Какое надо сделать предложение торговым сетям, чтобы они не могли отказаться от этого предложения? Задача вот этого агропарка как раз и сделать так, чтобы в том числе или прежде всего торговые сети брали этого агропарка готовый продукт в больших объемах. Ну, торговым сетям надо много. Если кто-то там фермер пришел или еще кто-то, он не хочет там с этим сотнями или тысячами этих разных поставщиков связываться, да. А агропарк это то, куда будет сдаваться. Стекаться все. Стекаться все будет. Сдаваться там. Продает товар производитель или там договорных, или там как давальское сырье. там разные могут быть варианты. Например, картофель, морковь, свеклу, капусту и многое-многое другое. Может и помидору, может и огурцы. В общем, там условно перерабатывается или там приводится товарный вид. Точнее, скажем, если надо переработать что-то, может быть, и частично перерабатывается. Там создается база для хранения. Современная база, чтобы, условно, тот же картофель мог быть, условно, до весны будущего года быть в нормальном состоянии. Или морковь, лук и так далее. И это как бы в старом понимании овощная база, но на другой основе. На другой основе. Где будут и мойки, и, в общем, там, условно, холодильники, для того, чтобы держать температуру соответствующую, вот, ну, частичная переработка и так далее. И вот этот большой объем продукта, стекаемого вот в одну точку, отсюда уже потом у этого агропарка договора с сетями. Что он там, что картофеля хранится, там, будем считать, 200 тысяч тонн, допустим, да? Ну, любая там сеть, 200 тысяч тонн, это большой объем, или, может, там, 300-500 тысяч тонн. На год, там, условно, запросы этих, этой сетевой компании обеспечены. Вот, моркови, там, столько, там, 80 тысяч тонн, или сколько. А нет, кто-то пришел, там, 2000 тонн, или, там, 1000 тонн моркови, он начинает. Вот смысл этого агропарка. И не только, чтобы в сети входить, а для того, чтобы человек произвел, если даже в небольших объемах, было куда привезти, привезти, где ее примут, купят, или, там, на давальческой, я уже сказал, на давальческой основе, и под те стандарты, которым будет, и производить под те стандарты, которые нужно будет, условно, ну, диктовать, условно, определять. И это позволит нашим товаропроизводителям активнее развиваться, иметь почти гарантированный сбыт, и этим сетям не надо будет потом, в общем, не то, что не надо будет, ну, возить из Польши, или еще что, или еще откуда-то, и продавать в той же Самаре. Поэтому смысл в этом. Там, наверное, не будет молочных продуктов, потому что молочные продукты, вот это, как правило, я уже говорил, это крупные молочно-перватывающие комплексы, они сами могут ежедневно очень много поставлять или отгружать продукты, вот, а это вот овощи, фрукты, ягода, да, и так далее, и так далее. Но это тоже очень большой объем, очень большой объем продукта, который потребляется людьми, покупается в магазинах, и производится у нас же, в Самарской области. Но мы уже, например, весной картофель, наш самарский, практически не идет, или его нет. Потому что мы не можем хранить, не то, что не можем, у нас нет современных складов с соответствующей системой вентиляции, поддержания холода, более того, туда подается и воздух, специальные, не только там температура, где должно быть против бактерий, которые могут развиваться тоже, в определенной мере вот воздухом условно состояли, ну или частичками продуваемого вентилируемого воздуха, там, оберегается от разных бактерий. И так далее. Да, 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 все. Ну, это тоже будет дорого стоить, но, я думаю, здесь найдутся в том числе и инвесторы. Мы на основе КЧП готовы, государственного партнерства это делать. и сейчас мы начнем переговоры. Это был московский инвестор, еще полтора года назад предлагал, даже два года назад, как я приехал, сразу предлагал сделать, но он немножко по-другому мыслил, этот объект у нас. Но сейчас, в том числе, правительством Российской Федерации принято решение в миллионниках обязательно иметь подобное крупное формирование, этим самым тоже уйти от зависимости, да, от зависимости импортных поставок. Коллеги, 15 минут у нас за это остается. Пожалуйста. Николай Иванович, на региональном банковском рынке и, собственно говоря, на федеральном банковском рынке мы наблюдаем турбулентность, связанная она с понятными причинами. Рост курса иностранной валюты сегодня, к счастью, произошел некий отскок. Люди забирают деньги из банков. Как Вы можете оценить, эффективность и надежность региональной банковской системы и есть ли, по Вашей оценке, в ней слабые изменения? Ну, хочу сказать, у нас такого ажиотажа, как есть в некоторых других регионах, у нас этого нет. Хоть прогнозировалось, что у нас этот ажиотаж будет более в острой форме, скажем, проходить. И вот я для себя сделал это, и не только я, что это во многом связано с прошлогодними событиями в банковской сфере. Что турбулентность в прошлом году была, и была она еще какая у нас в области, но рядовые люди, 99% людей, 99,9% не потеряли ничего. Ничего не потеряли. И тогда, вы помните, мы обращались через средства массовой информации, успокаивали людей. И тоже в оценке ту информацию, которую мне дают, у нас ситуация поспокойнее, чем у других, и более того, она стала спокойнее по сравнению с пятью, или семью днями назад. Спокойнее. Но другой вопрос. Есть люди, которые подогревают эту ситуацию, поступают разного рода анонимные звонки. СМСки. 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 Как и было в прошлом году. Технологии, политтехнологии на самом деле. Да, политтехнологии. И кто эти люди? Вот сегодня мы проводили наш местный совет безопасности или коррекционное совещание с правоохранительными органами. Я еще раз поручил спецслужбам нашим позаниматься попредметнее и вот эту цепочку до конца довести. Кукловода найти? Да. Кому это так надо? Кому надо, чтобы расшатывалась эта ситуация? Оснований для того, чтобы расшатывать ситуацию нет. Точно нет. Даже процентная ставка высокая, но любой банкер знает, если вдруг какая-то ситуация сложилась, он возьмет и по 17%. По 17% это не будет означать, что у него это все критическая процентная ставка, но для того, чтобы выйти из этого состояния, а Центробанк по 17% эти кредиты словно на ликвидность дает. Поэтому опасений в этом смысле, что рухнет банковская система или еще что-то, этих опасений нет. Я хотел, чтобы люди наши это поняли, потому что мы можем обвалить все сами, если будет паника, если будет ажиотаж, что вся кровеносная сосуды, кровеносная система экономики, страны брать банковскую систему, она устроена так. Она устроена в основном на вкладах людей. Там львиная доля денег банковских это вклады людей. И если оттуда люди забрали деньги, банк рухнет. И не только банк, а вся система рухнет. И конечно в этом есть определенная опасность. Может быть, но этого нет. В прошлом году забиралось денег на порядок больше. На порядок больше. Сейчас словно в банк забирали больше на 20 миллионов рублей, на 17 миллионов. Мы недавно совсем вчера я встречался с одним из банкеров, в воскресенье обсуждали эту тему. В прошлом году забирали по 280 360 миллионов с этого банка в день. В день забиралось вкладов. Это в 10 раз больше. В 10 раз больше. Банк выдержал и в прошлом году. Это, кстати, Толятинский банк. Выдержал и в прошлом году. А в этом году он совсем не видит никаких проблем. Потому что если что, у него заявка. Заявка на 2,5 миллиарда рублей в Центробанке. Центробанк готов по 17 процентов выдать для того, чтобы обеспечить. Другой вопрос. Когда в больших объемах во всех банках, иногда бывает так, не успели деньги завести. Не то, что не успели, а надо туда везти, сюда везти, сюда везти. Там и инкассаторов не хватает, и машин под такую ситуацию нет такого количества. И бывает вот такого организационного рода сбои, чтобы люди это не понимали, что это сбои с ликвидностью. С картами иногда возникает технические вещи. Технические вещи тоже. поэтому сейчас надо быть максимально спокойным. Я еще раз хочу сказать оснований, чтобы рухнуло, нет никаких оснований. Потому что работает, более того, и Владимир Владимирович Путин говорил, экономика в декабре месяце дает прирост. Если в начале года прироста не было, сейчас дает прирост. Небольшой где-то на уровне в декабре месяце примерно будет 1,5-1,8 процента, но прирост. То есть наоборот немножко идет оживление, общее оживление. А если есть общее оживление, то наоборот в том числе и генерирует дополнительные деньги любая работа. Николай Иванович, смотрите, в этом году у нас бюджет не досчитался 14 миллиардов рублей. Не добрали из плановых. Да, и в то же время где-то примерно 250 земельных участков они не были поставлены на кадастровый учет. И в то же время у нас в области много... 250 тысяч? Тысяч. Это я уж отвал генею. И в то же время большое количество домов, особняков, причем настоящих таких больших, дорогих, они тоже не подлежат налогообложению, потому что они еще до сих пор не сданы. Хотя люди там давным-давно живут и уже годами. Ну, как правило, часто случается так, что повинны в этом муниципальные чиновники, но не может без их ведома вот эти суммы они уплывать. Вот как их заставить ответить за это и все-таки привести это в порядок, потому что это деньги, которыми мы можем распоряжаться? Ну, раньше, может быть, и понятно, и согласен с вами, что, конечно, власть, и прежде всего местная, и не только местная власть, и областная в этом в определенной мере виновата, но и законодательство, которое было в стране, оно вот так вот, скажем, в полном объеме, в полной мере эту работу вести не позволяло. Сейчас принят новый федеральный закон, налог на недвижимость. Мы, в соответствии с этим законом, приняли свой, определили, сколько, с какого объема недвижимости, с каким коэффициентом мы можем налоги брать, и теперь есть все основания местным органам власти, коэффициент, кстати, они определяли, сами, местные органы, больше, меньше брать, там, закон федеральный, и мы давали люфт для этого. И сейчас намного больше оснований собирать этот налог, скажем, если не в полном объеме, то абсолютно. И что касается в том числе ставить или наставить на кадастровый учет, конечно, придется налоговикам и местным чиновникам разбираться с каждым этим. Там тоже прописано, если человек там живет, если там уже и КАС поступает, и там все нормально, то его можно и судом обязать, чтобы он зарегистрировал и начал платить налоги. Вот. Теперь все будет зависеть от активной работы на самом деле местной власти, но, естественно, в том числе и наше, насколько мы будем активны. По разным оценкам мы можем собирать дополнительно примерно 2,5-3,5 миллиарда рублей, плюс примерно 5,5 миллиардов долгов официально зарегистрированы. Их тоже можно получить и спросить. Их тоже можно получить, тоже, ну, если не 100%, понятно, что некоторые долги там то процентов 80 это живые долги. Живые, я имею в виду, которые можно собрать. То есть пополнение бюджета приличное. Это серьезное пополнение бюджета. У нас, я говорил в послании, у нас, к сожалению, с транспортным налогом так. У нас с транспортным налогом годовой объем долга неоплатежей. И это тянется уже где-то лет 12-15. Если в Нижнем Новгороде долга практически нет, в Нижегородской области, и собираемость 98%, у нас собираемость 80% и примерно годовой долг. Годовой долг это 2 миллиарда 600, 2 миллиарда 800, примерно вот в таких пределах сумма. мытари плохо работают? Да, плохо работают. Плохо работают. Плохо работают мытари, налоги хида, плохо работают приставы. Но это тоже в некой мере наша специфика. Это тот вектор, о котором я вначале говорил. Потому что во многих случаях договаривались. Договаривались не в пользу государства, а договаривались между собой мытари и плательщик. Естественно, сейчас мы значительно жестче требуем и будем требовать. Ну, в Дорожный фонд мы в прошлом году сразу увеличили на 25% сборы. В этом году мы еще увеличили на 17% сборы. Были годы у нас, наоборот, не росло, даже немножко падало. То есть и такие годы были. И сейчас мы будем эту работу активно вести. Что касается недвижимости, тоже законы сейчас все приняты. все можно будет по итогам каждого квартала полугодия смотреть, по итогам года смотреть. И более того, конечно, муниципалитеты поставим зависимость, в том числе трансферты, которые мы даем, в зависимости от того, как они там свою поляну отработают. По формуле и пропорционально ты хорошо свою отработал, ты параллельно дополнительно получаешь деньги. По формуле утвержденной ты свою поляну не отпахал, ты в том числе большую часть или очень большую часть недополучил в том числе властного бюджета. Если там будут проблемы в районе, потому что он и свою не отпахал или в городе и сверху не получил, то тогда сразу вопрос к власти. А власть там работающая та или не та? Если у соседа и своя поляна все сделано и сверху получил дополнительное, пожалуйста, почему у Ивана Петровича хорошо, а у Петр Ивановича ничего, да, плохо. Это очень очевидная вещь. И мы это будем делать. Николай Иванович, будущий год это год 70-летия Великой Победы. Как мы будем отмечать эту славную дату? Ну, я бы хотел, чтобы этот праздник и не хотел, и будем делать так, чтобы этот праздник был отпразднован, отмечен на самую широкую ногу. На самую. Потому что, ну, пожалуй, сегодня нет других вот таких мощных рычагов воздействия на сознание людей, на мотивацию людей, на воспитание чувств патриотических, уважение к своей стране, к своему краю, ценить людей, которые отдали очень много ради спасения жизни, ради независимости нашей страны, да и в принципе ради, вот, скажем, победы, и не только победы, а создания имущей послевоенные годы нашей страны. Это пример для подрастающего поколения, и не только для подрастающего поколения. И вот с того, с чего я начал по поводу этого вектора, он может очень серьезно в том числе позитивно повлиять на этот вектор, если мы вот это так раскрутим. Если вы внимательно читали или слушали послание, там последние слова, они эти завершаются, там, что павшие за независимость струдины, там, желали стране независимости, величия, скажем, хотели видеть страну великой, говорят, а людей счастливыми, которые, ну, ради чего они воевали, ради чего они погибали, вот, и вот сама вот эта идеология, идеология, что за что они воевали во многом, она должна, в общем, как бы проникнуть в сердца живущих сегодня. Потому что это, еще раз хочу сказать, это очень мощный толчок для того, чтобы мы объединились сильнее, понимали, правильно, может быть, и были на какой-то платформу, нашли общую, где наши беды, и куда нам надо двигаться, что нам надо делать, вот, поэтому мы будем делать все, чтобы и в учебных заведениях, там, и дома, там, всем можно чем помочь, как это сделать. И общие мероприятия должны быть самыми массовыми, с участием, там, сотен тысяч людей, мы продумываем и парад, доступность к параду, там, сотен тысяч, в общем, участвующих не только в параде, но и в процессе празднования, может, в этот же день, 9 мая дополнительно, чтобы с каждой семьи, там, или ребенок, или внук, или еще что-то, он был участником этого, каждый, в общем, вовлеченный, да, вовлеченный, вовлеченный праздник, чтобы он готовился, репетировал что-то, там, в чем-то участвовал, и если нам удастся вот так вот сделать, я думаю, удастся, потому что все мы понимаем, насколько это важно, то тогда, конечно, мы не только отдадим дань памяти тем, кто погиб, а погибло 27 миллионов человек, это представить даже сложно, вот, мы внесем очень серьезный вклад в основу, скажем, в тот, в основу нашего государства, общества, которое, в какой-то мере, может, вооружившись, или там, сплотившись, и вот, понимая, что без этого рассчитывать на независимость, на нормальную жизнь в стране невозможно, потому что, если мы будем жить под диктовку, под диктовку, там, дядя Сэмали, или, условно, с восточных краев, друзей и товарищей наших, мы должны понимать, что мы тогда будем абсолютно второсортными людьми, у нас не будет того чувства гордости, и понимания того, что ты хозяин на своей земле, и ты можешь поступать, ну, понятно, в рамках закона, но так, как тебе, в общем, хочется, может быть, мы можем во многом оказаться в положении, когда все зависит не от нас самих, а зависит от тех решений, которые принимают за пределами нашей страны, и то, о чем не раз Владимир Владимирович Путин говорил, почему вот ситуация сложилась, потому что последние 10-15 лет, как он говорит, ни разу с нами не советовались по принципиальным вопросам, никто не хотел советоваться, принимали решения, нас отникают, нас уже не считали теми, с кем надо советоваться, но, правда, мы сами в такое положение себя поставили в 90-е годы, что мы полностью отдали на откуп себя Западу, Запад нам поможет, Запад наш друг, Запад там все сделает, чтобы у нас было хорошо, а Запад даже сейчас на Украине, ситуация крайне сложная, а помогать даже деньгами не хочет, даже деньгами, последний Евросоюз собрался, и решение принято, что пока они помогать не будут, а мы знаем, какая там ситуация на Украине, там сегодня как край 20-25 миллиардов долларов нужно денег, иначе они будут и дальше просаживаться, а нет, они считают, что сами пусть, как хотят, так и живут, а когда втягивали их активно в Европу, открывайте двери в полную свободу, что значит открывать двери в полную свободу, если наша экономика, если наши люди еще не подготовлены к той конкуренции, к которой они готовы, они уже там кто 100 лет, кто 200, а кто 700 лет в таких условиях живет, и там уже дети, внуки растут на этих традициях, они многие вещи чувствуют на кончике пальцев, а мы, основная масса людей, воспитана совсем в другом духе, в другом духе, и более того, там, и конкуренцию мы понимаем по-своему, и естественно, когда, условно, те же украинцев звали, и там бывшие страны, например, СЭВа того же, да, или Варшавского договора, СЭВа, у них сейчас ситуация у многих очень плохая, очень сложная, там уровень жизни очень сильно упал, а почему, потому что тоже идеология была одна, там идеология другая, и они оказались неконкурентоспособны по большинству направлений, вот, поэтому это для нас исключительно важно, говорят, быть сильной, чтобы страна была сильная, чтобы общество было сплоченным, и чтобы мы во главу угла не ставили задачу, что если чем не больше у нас будет внутренней борьбы, тем будет больше пульс, в тех же Соединенных Штатах эта борьба внутренняя, она очень жестко в рамке определенной поставлена, если ты вот с этого коридора, там, налево или вправо зашел, все, ты уже человек не инстуэты, вот, вот, есть определенные рамки, ты там, в этих рамках, по этому коридору можешь идти, можешь спорить, можешь говорить, высказать свою точку зрения и так далее, и так далее, а у нас очень часто один говорит давай сюда и более того он тянет туда, а второй говорит это неправильно, это надо вот туда и во всю тянет туда и на разрыв во всю работаем, а там может быть да, колебания есть, но это не от того, что государство так поставило, сама общество уже давно созрело, что крайности вот эти, они давно это ну отбросили и уже человек с крайними взглядами это нонсенс или человек, который там высказывает такие вещи, он там не выдерживает никакой этой, вот, а нам еще к этому надо идти, 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 я думаю, достаточно долго. Николай Иванович, проблем много, но до Нового года чуть больше недели. Да, хотелось бы, чтобы Новый год был, все-таки он нам принес побольше радости, потому что уходящий год, вот он все-таки сложный оказался, сложный для страны и не только для страны, и в мире такая обстановка, ситуация, вот, хоть у нас, скажем, Самарской области были определенные там, скажем, ну, такие знаковые, прошли события, и вот мы говорили о местном самоправлении, на мой взгляд, на этом этапе это очень важно, что мы как-то будем более, власть будет более организована, более, скажем, мобилизована, может быть, и более ответственна за те решения, которые будут принимать, и что будут исполнять. Прошли у нас выборы губернатора, и тоже надо сказать, я не хочу говорить здесь о себе, а я говорю, я хочу сказать о людях, что мы получили одну из самых высоких процентов явки людей, это большой плюс, это сопричастность людей, желание людей участвовать в тех процессах, которые сегодня идут в области, это исключительно важно, мы, лозунг, который слушать и слышать друг друга, там, активно пропагандировали, я очень часто получаю обратные письма, там, хорошие или плохие письма, неважно, там, очень часто люди используют этот лозунг, или если благодарят, говорят, вот вы нас услышали, мы вас тоже слышали, вы нас тоже слышали, или если что-то плохо, человек говорит, вот вы говорили, слушайте, а не услышали, условно, да, в общем, это тоже очень важная составляющая, и все-таки мы получили такую мощную достаточно консолидацию, и я вижу, вот этот вектор, он так достаточно твердо, значит, определился, и нам надо просто активно в этом направлении дальше идти, и область будет иметь результаты положительные, я уверен, вот, ну, а год, чтобы побыстрее все успокоилось, ну, полного спокойствия, понятно, сейчас не будет, мы сами выбрали этот путь, рынок, это всегда, значит, определенные колебания, всегда, ну, таких пусть, которые в турбулентную зону постоянно вводят нас, чтобы таких не было, ну, я думаю, уже в первом квартале в основном будет все ясно, и если мы будем отмобилизованы, мы можем уже получить, там, условно, где-нибудь к лету, ко второй половине положительные результаты, и люди почувствуют себя увереннее, значительно, вот, ну, ну, естественно, пожелать каждому, кто нас сегодня смотрит, чтобы будущий год принес и такого семейного счастья, благополучия при всех трудностях, удачи, успехов, в общем, самого-самого доброго, что можно пожелать человеку, который хочет жить, работать, трудиться во благо семьи и во благо Родины. Спасибо, Николай Иванович, спасибо, что нашли на нас время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова